Задабривание речного дракона рисом традиционный ритуал соревнований, пришедших к нам из Китая. Бросая мешочки в воду, участники тем самым призывают легкую победу и хорошую погоду. Гунки на лодках класса дракон проводятся в Перми с 2010 года и с каждым разом приобретают все большую популярность. Начали с 29 команд три года назад, а в этом году 50. Я считаю, что интерес возрос. Приятно то, что очень много детей, много школьников. Это значит точно, что этот вид спорта не умрет и будет традиция продолжена. Вика Матвеева в гонке на дракон-ботах принимает участие в первый раз, так же, как и ее одноклассники. Тем не менее, их команда «Заплыв» выиграла. Девушка говорит, секрет успеха в том, что нужно держать темп и не сбиваться. Очень трудно. Надо было настроиться за темпом впереди сидящих. И как бы старались, что-то получилось. Ну вот, выиграли, заплыв свой. Гонки на драконах традиционно открывают пермский пляжный сезон. В этом году к приему горожан готовы пять зон отдыха. На всех проведена частичная замена песка, смонтирован питьевой водопровод, установлены летние кафе, биотуалеты и детские игровые зоны. Пляж готов полностью. Вы видите, спасательный пост, спасатели на месте. Песок мы поменяли. Все абсолютно отремонтировали. Поэтому мы ждем погоду и ждем людей на пляже. Я, честно, 20 с лишним лет живу в Перми. И я почувствовала, что пляж очень оборудован спортивный. Все, что есть, сделали администрация района. Я думаю, сделали молодцы. Для отдыха, для отдаленного района это нам очень. Нынче получше будет, побольше песку посыпали. Еще до начала купального сезона все зоны отдыха у воды были проверены специальной комиссией. В ее состав вошли специалисты Роспотребнадзора, МЧС и администрации Перми. Кроме того, водолазы обследовали и очистили от мусора дно вдоль берега.